привет всем в этом видео хочу показать вам природу полярных зори и планирую пройтись вот по этой горе и за ней за нее по карте там большой лес и если хватит терпения то там дальше какое-то озеро и заброшенная часть военная дойду не найду неизвестно но в общем такая небольшая экскурсия сейчас будет прогулка по этому лесу лес за гаражами за речки находится и здесь вот рядом дома то есть шаговой доступности природа в полярных зорях вот такой мост через реку него его называют навесным почему-то дальше пен озера плевать и там городской парк на пульс на берегу к музею пробовал пару раз рыбачить здесь но без результата даже не плевало солнце солнечных дней здесь очень мало за все лето по моему неделя одна только была солнечная то когда я ездил кандалакшу а здесь в основном пасмурно и дожди идут хотя местные жители говорят в прошлом году здесь была жара до 30 градусов даже купались в белом море и здесь в пен озере я думаю что никто этими участками не занимается гулял здесь не раз вот все заброшенное было но он теплица стоит кто-то что-то здесь выращивать хотя с такой погода не понятно что здесь может вырасти постоянные дожди солнца мало это заброшенная часть или лесхоз какой-то лесное хозяйство молодежь развлекается много строительных материалов без костных никому они здесь не нужны не металл не кирпич там дальше лыжная база кольская атомная станция зимой здесь просьбу проводят соревнования кажется в каком-то видеоролике рассказывал про это в этом году зимой были соревнования приезжали с балакова спортсмена с одним мужиком и пересекся в бане в дельфине который тоже приехал только с полярных зорь и рассказал про соревнования вот такой стадион здесь большой надеюсь что не заблужусь и найду обратную дорогу недавно гулял здесь очень много тропинок и заблудиться здесь легко по-моему я на вершине горы который было видно с гаражей тропинка которая уходила в гору ну если вдальке увидите там дома сейчас долго до этого решения буду идти кассов быстро но идем дальше это все стадион пока дети здесь освещение проложено посмотрим что там дальше будет вчера в интернете прочитал новости что вален валеный горске город коход который находится в мурманской области городском парке гулял медведь надеюсь я сегодня медведя не встречу если даже встречу то может быть издалека и этот прогулка у меня будет без происшествий серьезно прошлый раз когда я здесь гулял комаров было много вообще облепливали сейчас из-за ветра может быть из-за того что погода такая не устойчиво комаров вообще нету и может спокойно гулять по этому лесу непонятно куда идти здесь развилка такая небольшая и опора освещения идут и в ту и в эту сторону с интернета я скачал карту теле фотоаппарат не видно там это дороги четко не прослеживается ну и комары появились вот тут гуляет сейчас у него спрашиваю мы ставили на кольской атомной работали нас заставляли все потом столбы снизили новые поставили я думал что это будет ну катаются тут люди тут чистится вот там вот видел стадиончик этот ну да да лыжный вот там технику пригоняют оно все чистится иногда соревнования проводят здесь ну я сам не местный как бы я здесь самое большое соревнования это были вот на 70 км гонка но это было лет 10 назад 20 может быть не вот ежегодно же кольской атомной проводят там или атомщики проводят там соседей ну это завода приезжают но это тренинг спортсмены только раньше в каждой бригаде такой был товарищ по пятому разряду работал сам или на горе катался на лыжах или спортом занимался где-то но я пересекался с мчсником одним спортзале он тренируется соревнуется и ему зарплата идет ну а сейчас что делать сейчас работы нету ничего не надо делать технически сейчас все это работает так как говорится запад нам поможет задвижки установили сименсовки все прочее оборудование странное оно не ломается ничего а специалисты они так сделают свою работу а эти вот так они это у нас со стороны так и если ты выйдешь на ту дорогу но я желательно вот так спустись вниз и назад вернись но я тогда я и хочу спросить если я сейчас пойду в город наверное 7 километров я точно не пойду ну просто прогуляться иди иди от солнца вот так налево и увидишь налево дорога вниз пошла вот по ней спускайся все ладно можешь мимо кладбища пройти может там через горку через эту ладно спасибо медведи не ходят а медведей нет здесь а то пугает медведей тут это такие медведи чуть выше колена да муравейники муравейники а то мне а то мне не было случаях что медведь напал для человека медведи могут появиться понятно ладно тут хожу отзираясь я сам не уместен был один случай мы на рыбалке были но это лет 40 назад там двое пьяных лежало но это за умбой и медведь вышел вот мы плотву ловили как раз снег сошел он с берлоги вышел и он начал грызть одному ногу тут в сапогах в смысле спали что ли он думал Вася ну хватит на что ты сплю а тот ему грызг грызг а то медведь меня медведь грызет Вася встал топориком у медведя убил а у медведя даже этих зубов не было чтобы прогрызть он старый вырос откуда-то стукнул по голове убил и вот это весь медведь ну есть конечно не надо они же на тебя не нападут а что делать в этом случае тут их и нету нету но все это спокойно а что делать они не нападут нападут стукни а самое лучшее это такой железный какой-нибудь звук ага говорили что грибники с ведрами ходят железными по лесу там кружечку беру с фляжками увижу опа стук прямо на тропе бывает идет так на тебя серьезные ребята могут и съесть но просто не нападай они тут боятся людей их практически это редкость большая увидеть медведя ну ладно спасибо ну ладно спасибо а вы зачем сюда приехали на кольское атомное ремонтируем продлеваем срок второго энергоблока на 15 лет продлевает подожди в 73 в 73 в 73 в 73 первый блок ну через два года второй 75 74 это ему сколько лет уже 25 30 40 три года вот в октябре в октябре должен запустить по новому то труп разговорчивый мужик попался минут 40 мне рассказывал про свою отца биографию про то как он работает как здесь живут и как раньше работали на кольской атомной станции конечно интересно было послушать но как бы уже терпения не хватало еле отделался от него что он здесь ходил под шафель непонятно видимо трезвел 45 лет на пенсию ушел 10 лет на атомной станции отработал по какой-то категории поездил по стране в общем очень богатый опыт в этом деле объяснил мне дорогу куда я хотел дойти это километр 8 до туда не дойду успокоил насчет медведя что медведи здесь нет если даже есть они мелкие пинать их можно так что гуляем спокойно наслаждаемся природой дышим свежим воздухом как не это не это